МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу Республика. Информационная картина дня в репортажах журналистов национального телевидения. В студии Елизавета Хмелева. Где жить, у кого лечиться и что будут есть жители республики? Об этом сегодня шла речь на заседании в Доме правительства. Перед главой Чувашии отчитались те, кто отвечает за приоритетные направления развития региона – национальные проекты. Более чем 25 тысячам людей стало жить комфортнее. Ведь за 2012 год в 147 многоквартирных домах в рамках государственной программы сделали капитальный ремонт, отметил министр строительства. Потратили на это 416 миллионов рублей. Впрочем, основные траты, судя по всему, впереди. Требует капитального ремонта еще более 3000 многоквартирных домов. В настоящее время постановлением Кабинета министров Чувашской республики принята республиканская адресная программа капитального ремонта многоквартирных домов на 2013 год. Работа в этом направлении ведется. Однако, если одни граждане республики нуждаются в ремонте жилья, то другие в жилье как таковом. В очереди стоят более 74 тысяч семей. В 2012 году 3806 семей улучшили жилищные условия в рамках всех программ, действующих на территории республики. В 2012 году на реализацию под программой обеспечения жильем молодых семей федеральной целевой программы жилища было предусмотрено 342 миллиона. Если молодых жильем еще только предстоит обеспечить, то для ветеранов этот вопрос в 2013 будет, судя по всему, решен окончательно. Поручение было президентом Российской Федерации обеспечить всем ветеранам и участникам Великой Отечественной войны жильем. В этом году эта историческая мечта выполнится на все 100%. Вопрос о жилье не остался в стороне даже тогда, когда заговорили о национальном проекте здоровья. Хотелось бы заострить внимание по привлечению медицинского персонала в районы и особенно в города, в малые города, поскольку они не включены в программу «Земский доктор», которая продолжает в этом году функционировать. И в данном случае в основном все медицинские работники ставят вопрос – это жилье. Поэтому в данном случае муниципальное жилье, кредитование, служебное жилье. То есть вот эти вопросы хотелось бы поставить перед главами администрации. На недостаток квалифицированных работников жаловались и представители сельскохозяйственной отрасли. Также среди проблем была названа и не своевременная выплата, а заработной платы. На сегодняшний день задолженность по заработной плате у нас по республике, она, к сожалению, пока еще имеется. Это 3,6 миллионов рублей. Главам муниципальных районов необходимо держать под личным контролем вопрос своевременной выплаты и увеличение размера заработной платы. Так или иначе, до конца года еще есть время. Глава Чувашии напомнил, реализация нацпроектов должна быть на контроле не только у профильных ведомств, но и глав муниципалитетов, чтобы проблемные вопросы решались безотлагательно. Ольга Пыречкина, Евгений Анисимов, Республика. В Республике более 10 тысяч многоквартирных домов, а камеры видеонаблюдения установлены примерно на 7 тысячах зданий. Между тем, по данным МВД, там, где установлены системы слежения, преступность снижается на 16%. Такие данные привели сегодня на заседание Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Чувашии. Статистика МВД подтверждает, что многие преступления при наличии рядом видеокамер можно предотвратить либо раскрыть по горячим следам, например, кражи из автомобилей. Между тем, лишь некоторые товариства собственников жилья и организации откликаются на призывы обезопасить себя и свое имущество. В 2012 году Министерством внутренних дел направлен ряд информационных писем о необходимости принятия дополнительных мер по обеспечению сохранности имущества в крупные торгово-развлекательные комплексы Республики. Только торговом комплексе «Каскад» в мае-июне прошлого года было установлено 8 дополнительных камер видеонаблюдения и 4 на автостоянка прилигающих территориях. Как следствие, в текущем году уменьшилось наполовину количество совершенных краж. И все эти кражи на территории данного комплекса, они были раскрыты. Правда, не всегда наличие камер видеонаблюдения может помочь раскрытию преступлений. Важно и качество прибора. Кроме того, по словам замминистра внутренних дел, на оперативное раскрытие преступлений влияет и отсутствие оптоволоконного кабеля, с помощью которого сведения оперативно аккумулировались бы в оперативном штабе. Глава Чуваши поручил Мининформполитике совместно с МВД рассчитать стоимость прокладки такого кабеля. Глава администрации Чебоксара Алексей Ладыков рассказал, что всего около 5% домов в столице оснащены камерами видеонаблюдения. На то, чтобы полностью установить такие приборы, необходимо около 140 миллионов. На сегодняшний день, в 2013 году, мы планируем спроектировать и установить 100 видеокамер по современным требованиям. В целом, хотим разработать программу с учетом софинансирования из городского бюджета, потому что жителям самим будет тяжело это потянуть. В Алатаре после анализа криминальной обстановки пришли к выводу, что там, где установлены такие камеры, преступность снизилась на 35%. По дворовой территории мы только работу начинаем в текущем году, к сожалению. Мы пролили работу с собственниками, с советами домов, с представителем ТСЖ. В текущем году планируем установить в течение 9 месяцев 10 видеокамер. Есть решение общего собрания многоквартирных домов. Министр образования Владимир Иванов рассказал о противодействии проникновения в молодежную среду идеологии национального, расового, религиозного экстремизма и ксенофобии. Основными инструментами должны стать массовые мероприятия по пропаганде толерантного отношения. Татьяна Молокова, Евгений Анисимов, Республика. Желание улучшить условия жизни односельчан заставило жительницу села Альгешево обойти множество инстанций, от местной администрации до различных министерств. Но вопрос подключения водопровода не двигался с места. Тогда Людмила Николаевна обратилась в общественную приемную Дмитрия Медведева. Результат – вода пришла в дома жителей села. Открываем кран и наслаждаемся журчанием воды. Казалось бы, для всех горожан это самое обычное удобство. А вот жителям села Альгешево пришлось ждать более двух лет, пока заветная вода придет в их дом. Начиналось все с личной инициативы жителей села. Еще в 2010 году собрали деньги с каждого дома для проведения водопровода. На эти средства проложили трубы. Но когда дело дошло до подключения Альгешевского водопровода к Центральному, возникли непосильные для сельчан обстоятельства. Различные ведомства не согласовывали необходимую документацию. Тянулось все два года. В это время воду жители брали из колодца, который один на всю улицу. И вода в нем была не очень чистой. Все эти обстоятельства привели Людмилу Николаевну осенью 2012 года в общественную приемную Дмитрия Медведева. Казалось, зиму войдем, у нас воды не будет. А зимой-то вести работы земляные тяжело. Но в итоге объект закончили, воду нам подали. Спасибо большое всем, кто принимал участие в этом вопросе, чтобы все-таки наши селяне из Крана могли пить чистую Волжскую воду. Это очень хороший пример, когда общими усилиями, когда сами жители, когда администрация района, администрация республики смогла решить достаточно важный вопрос для почти 500 жителей вот этого немалого села, скажем так. Сегодня Людмилу Николаевну радует не только вода в Кране, но и то, что премьер-министр страны лично проконтролировал подключение водопровода в селе Альгешево. Это заказное письмо. Так. Так, лично вам. Как мне доложили, финансовые вопросы урегулированы. Необходимые работы произведены. Рад был помочь. Желаем вам и вашим однозначанам всего самого доброго. С уважением. Дмитрий Медведев. Нам ничего, не остается как порадоваться за вас. Давайте поаплодируем. Спасибо большое. Дальнейший план действий жителей села Альгешево уже определен. Радость от журчания воды в домах не повод расслабляться. Впереди проведение канализации. Сельчане, как и в предыдущий раз, берут инициативу в свои руки. А представители партии «Единая Россия» говорят, помочь готовы. Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, Республика. Родные лица Великой Победы. Проект национальной телерадиокомпании «Чувашия» от тех, кто ковал победу во время Великой Отечественной войны. Сегодня наши герои Георгий Савинов и Антонина Янаслова. Глядя на этот союз, стираются границы времени. Вместе они уже больше полувека. До войны Георгий и Антонина не были знакомы, хотя и жили в одном селе. Судьба их свела гораздо позже. Первую встречу они до сих пор вспоминают с улыбкой. Вот я в октябре 1945 года вернулся домой. И вот мы там встретились. Антонина Ивановна. На танцах. Как? В клубе. А! Ты танцевал, а я не танцевал. Тогда молодой парень даже не подозревал, что понравившаяся ему девушка танцует, преодолевая боль. У нее было серьезное ранение в ногу. Оно и по сей день напоминает о себе, возвращая ветеранов в то страшное военное время. Георгий Савинов был признан в армию в 1940 году. Стал курсантом Иркутской военной авиатехнической школы и с первых дней войны и до ее окончания воевал на разных фронтах. Служил авиамехаником в 242-й ночной бомбардировочной авиадивизии. Молодым солдатам приходилось нелегко, несмотря на то, что они находились вдали от передовой. Вручную они строили аэродромы, в сильные морозы чинили машины. Каждый механик знал, самолеты перед боем должны быть в полной готовности. Мы в лесу устали сильно и легли спать. И перелетом бомбы упали на наш аэродром. И меня там ранило обе ноги. Вот. И сейчас у меня по сей день в пятках маленькие осколки, примерно размером горошек. Георгий Савинов еще и летчик с большой буквы. На его счету ни один самостоятельный вылет. Но в боях ему участвовать не пришлось. Механиков очень берегли. Ветеран помнит, как трудно было терять своих товарищей. Я за войну потерял два экипажа. Первый раз я потерял командира эскадрильи со штурманом эскадрильи. Их сбили, они не вернулись. Потом меня перевели на самолет командира дивизии. И он 1 мая 1944 года полетел на контроль бомбометании. И его сбили. Во время войны Антонина и Георгий ходили по одной земле. Они участвовали в Курской битве, освобождали Белоруссию. Георгий Иванович освобождал города Брест, Люблин, Варшаву. Дошел до Берлина. Антонина Ивановна участвовала в боях в составе 324-й стрелковой дивизии. Оформляла различные документы. А в свободное время училась работать на трофейной немецкой рации. Она вспоминает, как заменила одного радиста и тут же попала под бомбежку. Бомба упала близко, а земля-то она во все стороны же летит. И тут вот это засыпало, где я сидела. И вот меня откопали там. А настоящего, которого я заменила, убила. И вот он мне только, батюшки, как я плакала за него. В памяти ветеранов остались страшные картины войны. Но Георгию Ивановичу особенно тяжело вспоминать, как после освобождения польского города Люблин солдатам показали лагерь смерти – майданок. Ветеран до сих пор помнит отсортированные горы женской, мужской и детской обуви. Какая аккуратность была у немцев. Не валили в общую кучу. Именно сортировали и все. Клали вот это. Сейчас все перед глазами, представляю. Как будто я. Крематорий, где жгли трупы. Иногда прямо и живых туда заталкивали. На колясках, тележках. И вот эти трубы, крематорий. Удобрей. Вот этой жилой удобряли немцы соседние поля. Это страшно прямо думать об этом. Судьба испытывала супругов в годы войны. Но подарила счастливую жизнь в послевоенное время. Долгие годы крепкого брака. Большая и дружная семья. Награда за стойкость и героизм. Татьяна Филатова, Андрей Шоклев, Республика. Национальное радио Чувашии продолжает принимать вопросы от жителей Республики для прямой линии с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым. Она состоится 27 мая в 12 часов. На данное время принято уже более 800 вопросов. Больше всего вопросов поступило из Чебоксар, Новочебоксарска, Канаша, Шумерли, Ядрино, Морпосадского, Красноармейского, Цивильского районов. Напомню, что свой вопрос Михаилу Игнатьеву можно задать по телефону 62 12 66 и 62 13 20. Также можно отправить вопросы на электронный адрес nradio.sobako.mail.ru или при службе администрации главы Чувашия. Прямая линия с главой Чувашской республики Михаилом Игнатьевым будет транслироваться на волнах 105.0.fm и 72.41.ukv и в интернете на сайте телерадиокомпании Чувашии ntrk21.ru В Чувашии подвели итоги образовательной акции Всечувашский диктант 2013. Результатами остались довольны не только организаторы, но и сами участники. Всего в диктанте приняли участие 2304 человека, 171 из которых получили оценку «Отлично», 512 – «Неудовлетворительно», остальные заслужили средние баллы. Текст первого диктанта по Чувашскому языку для акции написал народный поэт Чувашии Юрий Семендер. Перед ним стояла нелегкая задача – написать текст меньше, чем за сутки и внести в него ноты патриотизма и гордости за родной язык. Я начал думать сейчас, как выразить свое отношение Чуваша к своему языку. И вот я как обращение к своему языку оформил текст диктанта. В свои знания решили проверить люди разных профессий и возрастов. Для одних диктант стал хорошей проверкой профессиональных навыков, для других – показателем уровня в знании чувашского языка. Для меня это, прежде всего, профессиональный интерес. Так как я работаю редактором, немало работала и корректором, мне было интересно проверить свое знание. Как утверждают организаторы всечувашского диктанта, акция будет проводиться каждый год, и все желающие вновь смогут принять в ней участие. У двоечников будет возможность подготовиться за год и показать лучшие результаты, а у отличников поддерживать свой уровень владения языком. Татьяна Филатова, Александр Петров, Республика. К концу недели синоптики обещают потепление и сильные дожди. Обычно в такую погоду появляются комары. Специалисты уже вооружились и готовы к борьбе с кровопийцами. Это мероприятие можно назвать рейдом по комарам. Администрация города второй год проводит опрыскивание скверов, парков и других мест отдыха в Чебоксарах. Всего под дезинфекцию от комаров предусмотрено 22 объекта. 18 объектов уже выполнено. Это где-то получается 73%. Осталось еще 4 объекта. В основном выбираются те объекты, которые наиболее посещаемые. То есть скверы, парки, зоны отдыха. Конечно. Детский медицинский центр, там где по проспекту актеростроителей, дом быта. Ну вот в данном случае мы в парке Победы находимся, в мемориальном комплексе. Площадь Республики, Красная площадь, сквер студенческий. Ну вот такие наиболее посещаемые объекты. Сегодня специалисты обработали территорию возле Вечного огня. Средства этого нового поколения, четвертого класса опасности, то есть безвредные для людей. Это вещество во время опрыскивания, через некоторое время, входит в контакт с окружающей средой. И кристаллизируется. И на местах посадки санотропных насекомых они уничтожаются. Около ста суток действуют средства от насекомых. Но это не значит, что комары больше не появятся. Их будет меньше. Да и от погодных условий многое зависит. Дезинфекцию, говорят специалисты, желательно проводить в солнечную погоду. Татьяна Трофимова, Николай Яковлев, Республика. На этом у меня все. Впереди полезная информация о медицинском центре «Алан Клиник». Сразу после дневник Чебоксарского кинофестиваля. Галина Титарчук и Дмитрий Ковалев расскажут о детской программе кинофорума. До свидания. Мужское здоровье и успешная сексуальная жизнь непрерывно связаны. Как только начинаются проблемы ниже пояса, появляются проблемы и в семье, и на работе, наваливается депрессия и раздражительность. Как вернуть мужчине радость жизни? Посильная ли это задача для современной медицины? С этими вопросами мы обратились в медицинский центр «Алан Клиник». Медицинский центр «Алан Клиник» работает в Чебоксарах уже более трех лет. Одним из ведущих его направлений является мужская урология. Специализация лечения простатита, аденомы простаты, мужских сексуальных расстройств. Кому мы можем помочь в нашей клинике? Ну, если люди молодого возраста, как правило, обращаются, чтобы улучшить качество эвакуляции. В более возрастном периоде мужчины, как правило, обращаются с проблемами с эрекцией. Для эффективного лечения необходима грамотная диагностика. Другими словами, лучше всего лечить не симптомы заболевания, а его источник. Прежде чем начать лечение, пациенты проходят тщательную диагностику. То есть обследуются на заболевания, передающиеся половым путем, делается трансректальный УЗИ предстательной железы, обследуется гормональный фон, а также доклерография сосудов полового органа. К сожалению, такие заболевания, как простатит, аденомопростаты, нарушение потенции и преждевременное семяизвержение, одной таблеткой не вылечить. Именно поэтому в Алан Клиник применяется комплексный подход к лечению. Для лечения пациентов урологического профиля, в частности, простатита, сексуальных расстройств, клиника использует самые современные методики. Как медикаментозного плана, так и медикаментозные. Для того, чтобы пройти комплексное лечение, пациенту не нужно бегать из одного лечебного учреждения в другое. В клинике можно сделать УЗИ, сдать анализы, пройти физиолечение и другие необходимые процедуры. Все это в удобное для пациента время. Врачи говорят, нужно помнить, что предстательная железа – второе сердце мужчины. Именно этот орган отвечает за выработку мужских половых гормонов. Не нужно оставаться наедине со своими проблемами или ждать, когда они пройдут сами по себе. Просто обратитесь к грамотным специалистам. Запись на прием по телефону 55-6-555 Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok